Девушки отдыхают Существует такая специальная классификация выхода на пенсию. Первая стадия – это медовый месяц. Человек говорит, ну, наконец-то. Я вышла на пенсию. Свобода, не нужно работать, есть время, наконец-то, для себя. И после этого начинается стадия переориентации. Человек начинает думать, а что, как, что делать-то дальше-то, куда идти? Раньше он приходил на работу, там были какие-то люди, какие-то партнеры, какие-то коллеги. Что-то все было, вот, бурлило, происходило. А сейчас этого нет. Это, конечно же, сразу ведет к проблеме одиночества, к проблеме того, что люди меньше взаимодействуют, меньше выходят на улицу, потому что, ну, вроде как бы незачем. Волонтерство, действительно, оно решает очень много таких проблемных зон, которые есть, да, могут возникать в старшем возрасте. Серебряные волонтеры – это движение людей старшего возраста, которые вовлечены в добровольческую деятельность. Это движение активных, инициативных, и просто позитивных, замечательных людей, которые делают добрые дела в разных регионах нашей страны. Ну, еще им чуть-чуть больше, чем 50-х. По старшему поколению очень важно взаимодействовать с разными поколениями. Важно передавать свой опыт, делиться своим опытом. А кому передать? Классно передать это детям. Классно передать это подросткам. Классно передать это молодежи, да, этот опыт, но нельзя, чтобы он ушел. Когда мы только начинали, мы начинали со спортивных активностей и событийных мероприятий. И с течением времени стали появляться какие-то другие направления. Нас не всегда готовы были видеть. Говорили, зачем нам эти бабушки. У нас есть молодежь. Вот мы с молодежью. Но потом, когда начинали работать с серебряными волонтерами, видели большое количество плюсов от работы именно с серебром. Есть люди старшего возраста, которые настолько активные, что молодежь может этому только позавидовать. У них есть необыкновенный опыт, личный и профессиональный, который дает им возможность решать абсолютно разные ситуации, которые могут возникать в волонтерской деятельности. Мне 72 года. У меня 5 волонтерских книжек. Я 11 лет волонтер уже, с 11 года. Очень много разных мероприятий. И экологические, и спортивные, и культурные, экономические форумы. И ходили в детские дома, и в дома престарелых. Как я говорю, что волонтер серебряный, что мы многостаночники. Куда надо, куда мы идем. Очень много мероприятий спортивных. Я и в забегах здесь очень много участвую постоянно. Как силы позволяют, как есть возможность, так и идешь, работаешь. Когда мы были на Олимпиаде 2014, я работала, я там 2 месяца работала на питании. Людмила Третьякова, наша мама, мама Тереза, вот ее так называют. Тоже в сообществе не случайно. Она всегда всех кормит. Даже когда я к ней прихожу в гости, она говорит, Юля, сначала покушать. Иногда бывает, что внучка иногда скажет, ну, бабуля, опять, опять ты волонтеришь. Когда к нам приедешь? Я говорю, скоро-скоро приеду. Я иной раз выхожу, бабульки сидят на скамейке. Еще я помоложе, когда была. Сидят вот и вот так вот их взглядом провожают. Нет еще той скамеечки, не сделали, на которой бы я сидела. Чтобы стать волонтером, нужно пройти обучение. Мы обязательно говорим про права и обязанности волонтеров. Мы обязательно рассказываем про коммуникационную среду, да, как общаться, где находить информацию, на каких платформах нужно обязательно быть зарегистрированным. Ну, и в дальнейшем в процессе они сразу идут на практику, то есть они пробуют себя в каком-то направлении. То есть есть разные абсолютно направления – социальные, спортивные, экологические, патриотические. Я всегда говорю, пробуйте, смотрите разные варианты, находите то, что откликается у вас, потому что это самое главное. Вы обязательно должны быть счастливы в том, что вы делаете. Бывает такое, что люди приходят в волонтерство для того, чтобы реализовать какие-то свои мечты, которые они не смогли реализовать вот до этого. Мне 80 лет. Я инженер-механик по образованию. Работала всю жизнь главным экономистом на большом предприятии. Вышла на пенсию. Можа у меня уже не было к тому времени, он оставил этот мир. Дети у меня жили в Москве. И я сначала пошла учиться в университет для пожилых людей «Серебряный возраст». У нас были психология, гимнастика мозга, петербурговедение, из-за чего я туда пошла, поскольку с детства очень люблю историю, искусство, музыку. Инна, она, знаете, это такая для меня петербурженка. И она вообще очень такая статная и очень красиво говорит, поэтому не случайно, наверное, у нее проекты, в которых она работает, это проекты по общению. То есть она является нас экскурсоводом в Музее истории и религии. Экскурсоводом я стала, наверное, в 2018 году. И мы сдавали экзамен. Нас было больше 20 человек. Музей религии проводил такой экзамен, а выбрали только троих человек. Каждой экскурсии три разные темы у меня. Я готовлюсь, потому что не знаешь, что могут спросить. А всегда читаешь, читаешь и читаешь. И с каждой экскурсией я открываю для себя всегда что-то новое. Вот у меня весь календарь вообще записан. Но если мне не нужно никуда идти, у меня начинается депрессия. Мне нужно уже каждый день куда-то бежать. В волонтерском сообществе всех называют по имени. Я могу сказать, что ни один еще человек за это время не сказал, что называйте меня по имени-отчеству. Всем абсолютно приятно, что его называют по имени. Может быть, потому что это какое-то другое такое ощущение. Мне достанешь 18. Волонтер, он без отчества, он такой же, как все. Он же молод душой. Отчество не нужно. Зачем? Она только отягощает. Выбори попробуй. Светлана Георгиевна. Так скучно будет уже. Так, Света, Светлана. Света необыкновенный человек, у которого я учусь. Ее какой-то суперской любви к жизни. Общение с ней, оно всегда вдохновляет. Это вдохновляет на что-то новое и прекрасное. Света, она работает у нас куратором проекта Ленинградского зоопарка. Я называю его зоопарк знаний. Почему зоопарк знаний? Потому что мы каждый раз получаем новое знание, которое разрабатывает просветительный отдел зоопарка. А мы этими знаниями делимся с посетителями зоопарка. Большими, маленькими, как мы являемся передатчиками знаний. Этот процесс мне очень нравится, потому что это общение, это добрые улыбки. Когда ты слышишь «спасибо» тебе сказали, там, как я этого не знала, ты такой радостный. Короче, это два часа вот такой радости. Движение «Серебряный волонтер» — это такой остров спасения для людей, которые ушли на пенсию. Ты приходишь в семью, где снова ты обретаешь новых друзей. Можешь реализовать свои таланты, проводить мастер-классы. Если ты поешь, танцуешь, танцуй, рисуешь, рисуй. Я занимаюсь медиаволонтерством. Я веду страницу ВКонтакте, где выкладываю информацию о событиях. Во-первых, ты занят. Ты не лежишь на диване. Вот же твой друг не диван, твой друг движение. Ты рассказываешь, ты людей привлекаешь, ты вдохновляешь. Найти себя уже в возрасте, когда ты ушел на пенсию, это здорово. Чтобы жизнь не превращалась в болото, всегда была такой бурной тюкучей. Мы даем крутые возможности для того, чтобы человеку двигаться, для того, чтобы не останавливаться, для того, чтобы найти себя. И для многих это бесценно. В нашем сообществе всегда говорят, мы не говорим про здоровье. Но действительно, у нас нет разговоров про здоровье. Придешь куда-нибудь, какие-то другие сообщества, и люди старшего возраста, а ты что сегодня пила, какие там таблетки? У нас такого нет. Люди не говорят про это. Люди говорят про то, а ты записалась на это событие, а ты знаешь, что завтра вот это будет, а туда ты идешь или нет? Если болеть, то только волонтерство. И не иначе. Центры серебряного волонтерства существуют от Калининграда и до Сахалина. На сегодняшний день более 70 тысяч людей старшего возраста вовлечены в добровольческую деятельность. Я мечтаю о том, чтобы в нашей стране люди не боялись стареть. Хочется, чтобы не было этого страха. Не было этого страха у людей в возрасте, и они не переживали про то, что сейчас им 70, а 80 будет тяжелее. И хочется, чтобы не было этого страха у молодежи, что они знали, что старость – это не страх, и что можно быть активным, что можно себя реализовать, что можно не быть на скамейке запасных, а играть в основном составе. И хочется, чтобы это было так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова